Привет! Вы на канале Мари Рассо. Часто, как дополнение к подарку, мы дарим конфеты. И именно из конфет будет следующая моя поделка, которую я буду делать впервые. И это мега крутая сладкая гитара из конфет. Самое главное, что мы можем подарить дорогому нам человеку, не в зависимости от его пола, от его возраста, это эмоции. Это эмоции. Это эмоции. Уйдем от простой подачи шоколадных плиток или коробок конфет. Я предлагаю вспомнить интересы человека, которому готовите подарок, и сделать его оригинальным, ярким и запоминающимся. Ну что ж, приступим? Нам понадобится большая картонка, клеевой пистолет и стержни к нему, краска серебряного цвета, карандаш и маркер, ножницы, небольшой отрезок декоративной ленты, яркая нить или как у меня пайетки на нити, гирлянда, с нее мы срежем бусины, широкая лента с оттенками серебристого цвета, 5 метров золотой нити, конфеты в подходящем для нас цвете. Рисуем гитару на картоне, либо обводим, если она у вас есть. Данное изделие можно было делать из пенопласта, сразу выбрав нужную высоту гитары, но я буду делать из картона. У меня получилось обвести гитару 4 раза. В процессе вырезания ножницами я поняла, что удобнее это делать канцелярским ножиком, подложив досточку. Затем склеиваем все четыре картонные гитары между собой, с помощью клеевого пистолета. Покрываем заготовку серебристой краской, у меня эта краска в баллончике, ждем до полного высыхания. Моя цель выполнить гитару в золотисто-серебряных оттенках. При выборе конфет я обращала внимание на конфеты с двойной оберткой, чтобы снять верхнюю и оставить серебристую. Первые конфетки в форме пирамидок я буду выкладывать по краю корпуса гитары. Убедившись, что выложила красиво, приклеиваю. После чего снимаем верхнюю обертку с прямоугольных ирисок. Выкладываем вторым рядом и приклеиваем. Маленькими батончиками Snickers и Line выкладываем гриф, как на видео. С верхней части гитары выкладываем конфетку-пирамидку, затем батончики подходящие по размеру. Чтобы выкладка была опрятной, с помощью скотча загибаем края оберток внутрь. Только после этого приклеиваем батончики на гриф. Субтитры сделал DimaTorzok Оставшуюся пустоту на гитаре заклеиваем маленькими золотыми эклерами, с уже предварительно закрепленными краями оберток. Затем приклеиваем батончик чуть побольше, на него в дальнейшем будут крепиться струны. И дозаполняем густоты золотыми эклерами. Профиль гитары, так сказать, выглядит неопрятно, именно поэтому мы обтягиваем его лентой в тон гитары. Я начинаю с нижней части гитары, как на видео, и приклеиваю с помощью горячего клеевого пистолета. Дальше делаем струны. Есть два вида крепления струн. Я буду делать по второму принципу. С помощью клея крепим струны, как на видео. Мне захотелось украсить место крепления струн. Для этого я использую блестящую ленту, которую нашла в остатках материала. Это совсем не обязательно, но как по мне, так красивее. Ну а в местах крепления струн с верхней стороны, я использую срезанные с гирлянды серебряные кружочки. С помощью пинцета и клея приклеиваем на стыках. Ну и в конце мне показалось этого недостаточно, и я решила сделать яркие блестящие ладовые порошки, если назвать это профессиональным языком. Если вы, как и я, решите их также делать, это действие лучше выполнить до крепления струн. С обычной фольги для полного вида я сделала колки, крутилки для настраивания струн. Приклеиваем по бокам, как на видео, напротив каждой струны. И вуаля, сладкая гитара перед нами. У меня впечатление, что она вот-вот заиграет, как настоящая гитара. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Рассо.